Вести Карачаева, Черкесия Правительство продолжает активно поддерживать российский бизнес в период санкции со стороны недружественных стран. Ранее был принят целый ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий. Эти меры дают результат. Экономика плавно адаптируется к существующим вызовам. Чтобы сохранить позитивный эффект, мы продлим некоторые из них на весь следующий год. Так акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, даже если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала. А в случае реорганизации публичных акционерных обществ, определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца. Также сохранится возможность взимания справедливой платы с арендаторов из недружественных стран. Тех, которые закрыли свои магазины, но продолжают занимать помещения, не неся серьезных расходов. Поскольку по договору обязаны выплачивать хозяевам площадей долю с оборота. Для таких компаний можно будет установить платеж в размере среднемесячной оплаты за прошлый год, либо разорвать договор аренды в одностороннем порядке. Эти меры позволят снизить негативные последствия действия санкций, уменьшить для наших предпринимателей административную нагрузку, ну и добиться более справедливого перераспределения рисков. Глава Карачащики Серашид Тимреза в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании президиума штаба правительственной комиссии по оригинальному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя премьер-министра страны Марата Хуснулина. Марат Шакирзианович обозначил вопросы, которые необходимо решить до конца года в отрасли строительства ЖКХ и дорожного хозяйства. Главное – выполнение всех обязательств по финансированию и строительству объектов на этот год в рамках действующих государственных программ в различных отраслях экономики. В Карачащике ведется плановая работа. Рисков по срывам запланированных графиков выполнения нет, отметил руководитель республики. Еще одно поручение вице-премьера касалось необходимости заключить соглашение регионов и федеральных ведомств о совместной реализации государственных программ и финансированию объектов на следующий год. Туристический поток по России в зимний период может достигнуть 18 миллионов человек. И среди ключевых направлений – горнолыжные курорты Карачащики, Сидамба и Архиз. В правительстве страны прошло расширенное заседание Президиума комиссии по развитию туризма в России, на котором обсуждалось проведение зимнего туристического сезона. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве туристическую отрасль, рассказал, что по сравнению с прошлым годом количество туристов в зимний период с декабря 2022 по марта следующего года по предварительным оценкам возрастет на 8%. Среди городского туризма наиболее популярные направления традиционно за обеими столицами государства – Москвой и Санкт-Петербургом. Россияне также выбирают маршруты Золотого кольца, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород. А вот среди горных курортов, наряду с Красной Поляной, первые строчки рейтинга у туристов занимают всесезонные туристические кластеры Карача-Чекеси, Домба и Архыз, где на новогодние праздники прогнозируется практически стопроцентная загрузка. Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что в отрасли сейчас открываются дополнительные возможности и для бизнеса, и для регионов. В трехлетнем бюджете страны на развитие туризма запланировано более 90 миллиардов рублей. Они пойдут на грантовую поддержку туристического бизнеса, льготные кредитования для строительства и реконструкции отелей и модернизации инфраструктуры. В Карачаевском районе уже в эти дни выйдет на рейс пассажирский автобус по маршруту Хурзук-Учкулан-Карачаевск. Выделить пассажирский автобус в ответ на обращение жителей муниципального образования поручил глава Республики Рашид Тимрезов, руководителю района Спартаку Кущетирову в ходе рабочей встречи. Стороны также подвели итоги социально-экономического развития Карачаевского района за уходящий год. Спартак Кущетиров доложил, что муниципалитет участвует во всех республиканских программах, исходя из приоритетности проблемных вопросов. Так, в текущем году будет завершен капитальный ремонт трех школ, в следующем году будут отремонтированы еще столько же. Для перевозки детей район был усилен тремя школьными автобусами. Активно строится ФОК в Учкулане. Рашид Тимрезов поручил руководителю района взять под личный контроль строительство нового Карачаевского группового водопровода. Он подчеркнул, что это очень важный инфраструктурный объект, который позволит снять проблему с водой сразу в семи населенных пунктах. Костахи-Тагурово, Хумаре, Правокубанском, Кумыше, Саритюзе и Станице-Красногорской. Со следующего года также начнется строительство новой котельной в Правокубанке. Еще один важный вопрос касался строительства газомагистрали в Учкуланском ущелье, возведение которой запланировано в грядущем году. В настоящее время заканчивается подготовка проектно-сметной документации. Отдельно рассмотрены вопросы, касающиеся работы, которая ведется с семьями военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. С каждой семьей контакт налажен. По всем возникающим бытовым вопросам помощь оказывается оперативна. Организованы постоянные поставки гуманитарной помощи в зону СВО. Так совсем недавно было отправлено 20 тонн питьевой воды. В Пятигорске прошло итоговое заседание в рамках проекта Совета по внешней оборонной политике «Северный Кавказ в международном контексте. Вызовы и возможности», в котором принял участие и министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карача-Чекесии Альберт Кумуков. Цель проекта – содействие научному обмену между учеными и общественными активистами в субъектах Северокавказского федерального округа. Повышение качества взаимодействия «Субъект-центр» в рамках формулирования приоритетов внешней политики и безопасности России реализуются при поддержке аппарата полномочного представителя президента страны ВСКФО и фонда президентских грантов. Представители регионального Минэкономразвития во главе с заместителем руководителя ведомства Муратом Гачияевым принимают участие в стратегической сессии проектных офисов управления проектами в новой модели в Санкт-Петербурге. Цель мероприятия – приобретение новых знаний и компетенции по организациям проектной деятельности, а также формирование общего коммуникационного плана проектных офисов. Застраховавшие посевы аграрии получат поддержку правительства страны. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении средств регионам, в которых в этом году увеличены площади посевов, застрахованных от неурожая и других неблагоприятных событий. Аграрии смогут потратить средства на проведение агротехнических работ, повышение плодородия и качество почвы и приобретение элитных семян. Правительство страны перераспределит между субъектами субсидии госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на поддержку отдельных подотраслей растеневодства и животноводства. В Карачаево-Чукесе отмечено благодарностью полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе. Благодарственное письмо за бескорыстный вклад в организацию работы по сбору гуманитарной помощи и эффективное осуществление текущей деятельности получила автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр развития молодежного добровольчества КЧР» при Министерстве по делам молодежи региона. Пол предпрезидента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко принял участие в презентации деятельности штабов «Мы вместе» и торжественной церемонии запуска окружной образовательной платформы «Старт Машук», где и лично поблагодарил добровольцев за их труды и подчеркнул важность проводимой волонтерами округа работы. В ходе встречи были обсуждены итоги и результаты деятельности штаба в каждом из субъектов. В региональной столице для обеспечения безопасного передвижения по улицам города установлены дополнительное освещение, пешеходные ограждения, заменены несколько светофорных объектов, отремонтированы тротуары. Кроме того, на 28 участках дорог общей протяженностью более 13 километров уложено новое асфальтовое покрытие. Тему продолжит заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкеска Равиль Тикеев. Каждый год мы стараемся по 13 километров выполнять дорогу. Это условия и программы, и паспорта республики. В текущем году по состоянию на ноябрь месяц все работы уже завершены. Остались мелкие недочеты, которые подрядчик исправляет. В соответствии с муниципальными программами на каждую дорогу есть гарантия 5 лет. В течение 5 лет, если что-то случится с покрытием, подрядная организация обязана устранять. Госавтоинспекция Черкесска информирует об изменении в схеме движения по улице Кирова. На участке автомобильной дороги на площади Кирова от улицы Горького до Кавказской установлено одностороннее движение в направлении с юга на север. То есть заезд с улицы Кавказской закрыт. Кроме того, запрещающий дорожный знак «Поворот налево запрещен» установлен по Кирова перед пересечением с улицы Кавказской. Изменения вводятся в соответствии с распоряжением мэрии республиканской столицы на основании решения комиссии по безопасности дорожного движения. До конца 2024 года на федеральной сети Карача-Черкесии отремонтируют 21 километр автодорог и два моста. Об этом сообщила пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамукова. С двух до четырех полос расширят 12 километров подъездной дороги к Черкесску от Р-217 «Кавказ». С 51 по 63 километр. А в 2023 году на автодороге А-155 отремонтируют 9-километровый участок Черкесск-Уст-Джигута и два моста в Домбае. В текущем году стартовал капитальный ремонт участка от съезда в село Садовое до пересечения улиц Ставропольской и Набережной, столицы Карачаева-Черкесии. Встречные потоки разделят осевым тросовым ограждением, модернизуют один существующий светофорный объект и устроят 9 новых. Установят более 750 дорожных знаков и нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком. Согласно планам Фокопор-Дор-Кавказ, в эксплуатацию участок будет сдан до ноября 2024 года. Весной 2023 года дорожники приступят к ремонту четырехполосного участка федеральной дороги А-155 Черкесск-Домбай-Граница с Республикой Абхазия с нулевого по 9-й километр. В июне 2023 года в эксплуатацию ведут мосты через реку Домбай-Ульген и Аманаус. Между тем продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Майкоп-Карачавск. Преображение трассы, которая является единственной транспортной артерией между нашим регионом и Краснодарским краем, радует не только жителей станицы Преградной, но и туристов, которые ежедневно проезжают по этой дороге. Рассказывает главный инженер управления Карачаева Черкеска Автодор Майет Хутов. Данная работа у нас идет планомерно. С 2016 года мы на участке автомобильной дороги от Зеленчугской до станицы Преградной уже отремонтировали более 38 километров. Планируется закончить полностью всю автомобильную дорогу от границы Краснодарского края до станицы Зеленчугской к 2024 году, что составит более 60 километров. 29 пунктов проката на курортах Республики обновят горнолыжное оборудование. Это стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства России. Наша цель – в оснащении новым качественным горнолыжным оборудованием действующие пункты проката, а также создание новых. Поэтому конкурсная комиссия поддержала соответствующие предпринимательские инициативы. Новый инвентарь позволит гостям и жителям региона не только комфортно провести отдых, но и безопасно, отметил министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Тикеев. В настоящее время оборудование активно закупается, а в ближайшее время оно будет запущено в эксплуатацию. В Карачаево-Черкесском университете имени Умара Алиева продолжается ремонт корпуса естественного географического факультета, построенного еще в 30-х годах прошлого века. Важная задача, которая поставлена перед строителями – сохранить первоначальный облик старого здания. Корпус, по мнению студентов и педагогов, должен остаться узнаваемым и сохранить свою историческую внешность, рассказывает ректор университета Таусул Танузденов. Мы очень надеемся, что к концу года, это запланированный период, мы сможем сдать это здание и уже с нового неучебного года, календарного года, наши студенты и преподаватели будут работать уже в новых эстетически вдохновляющих условиях нового факультета. То, что делается, должно вписываться в естественную природную архитектуру. С другой стороны, студенчество – это шаг в будущее. Это молодежь, это трансформация. В то же время должно быть и модно соединить классику, традиции и желание идти вперед. В Карачаево-Чекесе будет разработана единая программа по эко-просвещению. На базе регионального отделения партии «Единая Россия» прошла дискуссионная площадка «Эко-просвещение КЧР», посвященная актуальным вопросам экологии в республике. Ближайшей задачей, которую поставили перед собой волонтеры, стал сбор материала для формирования оригинальной программы по эко-просвещению. Работа площадки организована депутатом Государственной Думы страны Джошарбеком Узденовым. В поддержку инициативы группы волонтеров и для консолидации усилий, действующих на территории Карачаево-Чекеси экологических движений. Накануне Дня Героев Отечества в Черкесске открылся первый в регионе круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В ряды курсантов вчера вступили первые три десятка ребят, которые скоро начинают пятидневные учебные сборы. В целом за год «Авангард» может охватить порядка тысячи человек. Курсанты будут познавать основы военной службы, а именно основы тактической, строевой, огневой, физической, военно-медицинской подготовки и правила радиационной, химической и биологической защиты. При этом особое внимание военно-патриотическому воспитанию и физическому развитию молодежи. Для этого в центре созданы все условия для практических занятий, в том числе для физической подготовки. Самый большой телескоп Евразии, озеро любви и древние Аланские храмы в окрестностях Архиза. Анимационная студия «Аэроплан» сделала пластилиновый мультик о гостеприимной Карачаево-Черкесии. Мультфильм о республике, премьера проекта «Мульти Россия. Новые путешествия». В каждом фильме путешественник «Медведь-краевед» рассказывает 5-6 фактов об одном из регионов нашей необядной страны. Проект продолжает полюбившийся зрителям цикл мультфильмов «Мы живем в России», который уже рассказывал маленьким и взрослым зрителям о Северной Осетии, Дагестане и Ставрополье. На базе Индустриально-технологического колледжа Черкеска открылась Академия ММА под ведомственное учреждение Министерства физической культуры и спорта Республики. Новая секция будет функционировать на базе отремонтированного спортивного зала колледжа. На сегодняшний день здесь уже занимаются порядка 60 человек. Набор ведется в три возрастные группы, начиная с шести лет. Ну и в заключении выпуска новости спорта. В Нальчике и Кабардино-Балкарии завершились всероссийские соревнования по тэквондо Кубок Эльбруса. В результате упорной борьбы наши спортсмены привезли награды различного достоинства. Призерами стали Милина Нахушева, Амир Кемрюгов, Кирилл Половин, Милина Чучаева, Валерия Акбашева и Милина Кисаева. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В горах местами от 0 до плюс 5. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 7. На этом информационный блок регионального радио завершен. Его провела Рита Нерова. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику. Не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Как сохранить связь со своим ребенком после развода? Поговорим об этом с музыкантом Алексеем Корпневым. Никто из нас не гарантирован от ошибок. Муж и жена, да, разошлись. Маленького человека, конечно, нужно постараться защитить, чтобы он знал, что папа все равно здесь, рядом. Отвечайте всегда на звонок своего ребенка и сами не забывайте ему позвонить. У него будет ощущение того, что вы интересуетесь его проблемами. Отцовство. Твой главный жизненный проект. Узнай больше на портале яродитель.ру Детям нужно, ну, очень много для счастья. Сказочные путешествия. И добрый волшебник. Заколдованная принцесса. Трехразовое питание с сосульками на десерт. Ездовой папа. И в ямку. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь поддержкой национального проекта «Демография». Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин